Хатану. Ну и начнут с центра поля наши сегодняшние соперники. Второй тур группового этапа межконтинентального кубка, который проходит на этой неделе в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Сборная России стартовала накануне с победы над сборной Мексики 6-2 и наши ребята жаждут одержать вторую победу уже над южноамериканцем. Сборная Парагвая дебютирует на этом представительном турнире. Мы его трижды выигрывали. Я думаю, хотя бы из этих фактов понятно, кто сегодня фаворит. Сборная России играет сегодня в следующем составе. На воротах Максим Чушков. Говорим о тех, кто прямо сейчас на поле. Помогают ему четвертый номер Алексей Макаров. И вот здесь потеря и хороший шанс появляется у Парагвайца. Возможно, будет удар через себя, но не попадает в створ Луис... Нет, это Карлос Карбальо. Карбальо. И вновь неудачная попытка перейти на чужую половину поля. Опаснейшая передача. И тот же Карбальо бил уже, казалось, наверняка головой. И промазал он. Не попал в девятку. И приходится Николаеву Крышанову выбивать мяч в вал. Накануне Карбальо забил первый мяч в ворота сборной Мексики. Кроме того, родился у него ребенок, с чем мы его и поздравляем. Ну и мы видим, такое начало не самое удачное. И уже сразу несколько футболистов готовы у сборной России оказаться на поле. И что? Мяч все-таки не попадает в наши ворота. Замер буквально на ленточке. Но вот что значит песок, а не трава под ногами. И есть возможность провести контратаку сборной России. Передача назад. Макаров с левой ноги. Удар не получается мощным. Нарушение правил с этой точки наверняка Парагвайцы попробуют пробить по нашим воротам. Ну и первая замена в составе нашей команды уже на исходе второй минуты. Не успели назвать стартовый состав. Будем разбираться дальше. Борис Никаноров, мы видим, появляется на поле вместо Макарова. Никаноров накануне дважды. Поражал чужие ворота лучшим бомбардир сборной России на этом турнире. Ну и кроме того, в ворота Мексики забили Крашенинников, Павленко, Крышанов и Романов. По мячу каждый. Ну что ж, 10.22 на табло. Столько осталось до конца первого периода. И первый штрафной удар исполнять его будет Амадо Ролон. Удар, как и водится, с большим количеством отскоков от песка. Но в данном случае Максим Чушкову, попавшему в тройку лучших вратарей этого года в мировом пляжном футболе, здесь волноваться не пришлось. Но еще одна атака парагвайцев. Удар. И Чушков ловит мяч намертво. Тут же начинается наша атака. Правым флангом, левым, прошу прощения, двигаемся вперед. Быстрая потеря. Еще один удар по нашим воротам. Накануне порядка 40 ударов мы нанесли по воротам мексиканцев. Но вот сегодня пока есть проблемы. Ну вот какой эпизод. Вращался мяч, именно поэтому он в итоге остановился. А так Чушков небольшую ошибку, наверное, совершил. Выходит из ворот вратарь соперника Сауль Гонсалес. Едва мы на этом его не поймали. Но не получается удар через себя. Никуда не торопится Антон Шкарин. Мы, в общем-то, умеем организовывать позиционные атаки. Но вот Чушков вновь попадает в спину соперника. И от Карбальо мяч в ворота. На нашего вратаря вроде бы соперники не выбрасываются. Удается довести мяч практически до чужих ворот. Но опять же не хватает последней передачи. Здесь Шкарин неплохо играет головой. Сам подключается к атаке. Удар через себя. И нарушение правил из убойной, в общем-то, позиции. Здесь надо пробивать. Никоноров пытался исполнить бисеклету. Держится за спину наш нападающий. Будем надеяться, с ним все в порядке. Но тут со спиной-то проблемы, наверное, не только из-за фула. Да, сам не очень удачно упал на песок. Честно говоря, на повторе достаточно тяжело разобраться, в чем именно заключалось нарушение правил. Ну и, похоже, сам Никоноров будет наносить этот удар. Естественно, никаких стенок в пляжном футболе быть не может. Сам создает себе точку для удара. Борис Никоноров. Ворот совсем недалеко. Здесь не обязательно бить так, чтобы мяч от песка совершал какой-то непредсказуемый для вратаря отскок. Здесь можно сразу целить в один из углов. Итак, бьет в дальний угол Никоноров. Бил скорее на технику, нежели на силу. Не попал в створ ворот. И первый голевой момент, созданный со стандарта, мы не реализуем. Парагвай пробует организовать свою атаку. Так, достаточно подвижные футболисты, которые с мячом возвращаются мяч в итоге назад. Гонсалесу выбрасывает он вперед. Может быть опасно, но Шкарин не дал. Этот не Шкарин был. Не дали пробить сопернику. Еще одна атака Парагвая. Упускает мяч, судя по всему, за пределы поля. Да, южноамериканец. Это был Луис Ахеда. Ну что ж, достаточно сумбурное начало матча в исполнении нашей команды. Выбрасывает аут Крашенинников в направлении Кирилла Романова. Атакует он Ахеду. И вроде бы удается мяч забрать, но нет. Ахеда выставил ногу и отдал назад вратарю. Тот сразу бросает вперед. И тут уже руками играть нельзя. Ошибка. Будет ли удар. Это Макаров вернулся на поле. Не сумел нормально подбросить мяч, чтобы пробить через себя. Неплохо поставил корпус. Алексей Макаров. Так что, если бы бил через себя, наверняка это был бы удар в створ. Будем выбрасывать аут. Ну, сами понимаете, отсюда нужно сделать все, чтобы сразу после этого выброса можно было пробить по воротам. Делает это Макаров. Но удар блокирован. Мяч ходит за пределы поля. Еще один... Нет, не аут. Это уже угловой удар. Мяч летит именно вдоль ворот. Вышел из них Сауль Гонсалес. Но подправлять этот мяч было некому. Может быть, даже рассчитывал наш футболист, что от вратаря мяч в итоге залетит в сетку. Густаво. Ну, или Гуга Злаковик тоже готовит замены. Но у нас угловой с другого фланга. Крашенинников в центр. И что здесь? Кто правила нарушал? Все-таки наш футболист. Так что пенальти не будет. Расстроенный Кирилл Романов отправляется на свою половину поля. Ну да, наверное, Романов действительно играл здесь несколько опаснее в прыжке. Уставлял ногу. Как минимум, игра была опасной. Ну и еще один штрафной для сборной Парагвая. Чушков никакого волнения не показывает. Ну, очень важно с другой стороны, что будет, если Максим мяч отобьет перед собой. Прямой в итоге удар. Мяч все время летел по воздуху, не набирая и не теряя высоты. Такое ощущение на протяжении всего полета обошлось. Ничего опасного здесь не было. Чушков с мячом играет на Папоротного. Папоротного, тот левее, Шкарин. Возвращается мяч к Антону. Ну и надо Чушкову подключать к этому владению. Тем более, что можно играть ему руками. Оставляет мяч у себя Максим. Играет на фланг. Возвращает мяч назад Никаноров. Ну и Папоротный также пасует назад Чушков. Накануне в матче с мексиканцами получалось такие атаки доводить до ударов. И здесь вот получается, но мяч летит мимо. Остается в итоге в поле или нет? Такая суета. Самого мяча не видно. Выбрасываем аут. Никаноров невольно сфалил. И еще один штрафной для Парагвайцев. Ну, хорошо, что фалы пока вдали от собственных ворот совершаются. Мы видим на повторе, что Борис действительно попал в соперника. Но не в голову, за которую схватился Карлос Карбалья. Скорее в спин. Ну и тут же какие-то указания от Михаила Лихачева. Многовато, быть может, фаллов. Ну, а главное, не так эффективно атаки. Дело до ударов полноценных доводить не приходится. Если Чушков нашу команду уже спасал, то вот про Саулек Гонсалеса такое сказать, наверное, нельзя. Накануне один тайм отыграл за нашу команду Максим Роговский. Второй голкипер. Там счет был для этого подходящий. Посмотрим, как будет сегодня. Еще один удар мимо ворот. Половина первого периода позади. Пока не удается нам создавать моменты за счет комбинационной игры. Единственный стандарт был не использован. Высоко. Постараемся сейчас встречать соперника. Никаноров это делает. Даже на вратаря пошел. Но вот через Бориса мяч перелетает. Возвращается к Гонсалесу. В общем, про Гвадьца, будем считать, разобрались в этой ситуации. И даже пошел вперед. Гонсалес удар опасный. И лишь коленом останавливает мяч. Мяч Чушков быстро доставляет его все тому же Никанорову. Еще один удар, когда мяч летит выше Переклатины. И сам удар получился не очень сильно. Не получается. Атака у Парагвайцев. Шкарин. Папортно играет на вратаря. Далекий выброс. Успевает здесь подстраховать Боретто. Шкарин обыграл. Мяч под левый. Но поле все-таки оказалось узковатым. Там ленточка и мяч за нее ушел. Что-то штрафной удар отсюда. Уходит мяч за пределы поля. Сауль Гонсалес. Вновь хорошую чеканку показывает. Но никаких положительных моментов из этого вратарь не извлек. Чушков играет на партнера. Вновь замены. На поле появился Алексей Макаров. Удар опасный в его же исполнении. Но мяч рядом с дальней девяткой пролетает. Да, достаточно тяжелый первый период у нас сегодня получается. У Парагуаев моментов было побольше в первые семь с половиной минуты этого матча. Не вышло Крышанова. Перебросить мяч себе за голову. Парагуайцы. Далекий выброс. И получается у них атака. Может быть, немножко стоит мяч подержать. Да, так, чтобы ситуация успокоилась. Чтобы, ну, так, задремали, что ли, соперники. Чушков. Вновь играл на Крышанова. Но тот мяч не остановил. Очень плотно, персонально с каждым из наших нападающих. Пытаются действовать в обороне игроки из Парагуая. Пока это приносит свои плоды. Вновь Сауль Гонсалес. На этот раз бить не стал. Но передача хорошая. И слета едва не попадает в ближнюю девятку. Соперник. Это был Серхио Диас. Чушков направо. Макаров. Не дали пробить вторым касанием. Еще один выброс аута. Назад здесь не стали сразу комбинировать. Чушков. Ох. Это обрез. И момент очень опасный. Успевает Чушков все-таки помешать сопернику. Нанести именно прицельный удар. До гола дело не дошло. Но тут быстрая потеря. Выбивает мяч подальше. Бонифаций. Робинитес. Чушков. Вновь такая рискованная передача на Макарова. Даже на мяч отскочил. Получается передача у Крышанова. Быстро мяч разыгрываем. Хорошо ставит корпус Кирилл Романов. Но вновь без удара. Сплеснул Романов руками. Макаров. Чушков. Привычная перепасовка. Выжидает Максим пока пойдет на него. Соперник бьет по чужим воротам. Мяч летел под прикладину. Довольно опасно. Но все-таки Сауль Гонсалес ждал, наверное, подобного развития. Ну и мяч близко к нему летел. Хотя вращение такое было неприятное. Угловой зарабатывает сборная России еще пару минут играть в первом периоде. Романов. Нет, отобрали у него мяч. Помогает Крышанов. Удается лишь остановить. Движение вперед соперников. Появляется на поле Алексей Павленко. Накануне забивший один мяч. Еще один удар Сауля. Чужело приходится Чужкову. Он справляется. С другой стороны, нет возможности у Николая Крышанова атаку начать мяч. Он в аут выбивает. Недва не случился приятный для нас обрез. Ну и вот в одной из самых продолжительных, наверное, владения мячом Парагвайца. Но здесь несчастный случай. На замену уходил с поля Николай Крышанов и задел соперника Бильяверде. Ну не было здесь ничего уж такого страшного, чтобы хвататься за голову, падать. На мой взгляд. И в результате штрафной. Не будет отсюда удара. Передача тоже получается не самый лучший. Мяч уходит за пределы поля. Чужков. Очень нужно постараться забить еще до перерыва. Угловой зарабатываем. На последней уже минуте будем его исполнять. Пошел Шкаринг в клашу. Договариваются оставшиеся в поле игроки о комбинации. Да, поближе именно к флажку нужно мяч установить, говорит судья. Папоротный. Передача идет не на него. А вот здесь уже Папоротный бьет по воротам. Но Артуру немного не везет. Но недоволен он этой передачей. Искал скорее не Конурова. Шкарин. Чужков. Полминуты остается до первого в матче перерыва. Нули на табло. Папоротный. В спешке возвращает мяч назад. И не исключено, что Чужкову придется бить самому. Но нет, играет все-таки на Папоротного. Далековато тот мяч отпускает. И он уже у сборной Парагвай. У которой есть еще время организовать атаку. Далекий выброс себе. Останавливает мяч и будет бить по воротам. Амадо Ролон. Не попадает в створ. 6-5 секунд. Ну что, успеем мяч довести до чужой штрафной? И Ника Норров с разворота бьет уже во время сирены. 0-0 в первом тайме. Никому забить не удалось. Ждали, быть может, большего количества забитых мячей в этом матче в целом. Но пока голы случатся не ранее второго периода. Это уже ясно. Итак, самые яркие моменты первого тайма. И действительно, сборная Парагвай здорово начала. Карлос Карбалья пару моментов имела. Здорово бил по нашим воротам. И вратарь соперника Сауль Гонсалес с горем пополам, но все-таки справились. Но это самый опасный момент для нашей команды, когда со штрафного бил поворотом Борис Никоноров, но не попал в дальний угол. В результате 0-0 при пока достаточно равной игре в целом. Да, побольше быть может мячом владеют наши футболисты, но ударов, согласитесь, не так много. Накануне с мексиканцами все получалось намного лучше. Сила тайги. Сила реки. Сила гор. Сила духа. Сила воли. Сила красоты. Сила семьи. Сила традиций. Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. Второй тайм матча сборных России Парагвая на межконтинентальном кубке, который мы начали с победы. Парагвай уступил, кстати говоря, Ирану со счетом 2-5. Ну и казалось, что сегодня наши нападающие могут призвиться. Ну вот попробовали мы, начав с центра поля, нанести точный удар. Вновь не получилось. И ожидаем атаки, может быть, очередного удара от вратаря Сауля Гонсалеса. И удар-то опасный. Там еще активно мешал нашему вратарю Чушкову Карлос Карбальо. Ну и тут быстро доставляем мяч вперед. Николай Корышанов опасно бил, ну скорее боковыми ножницами. Но в дальний угол попасть не получается. И вновь Гонсалес выбрасывает мяч далеко. Главное здесь было обойтись. Без фола опасный удар. Рикошеты будут угловой. Мяч попал в Алексея Макарова. Прижимается наш оборона к своим воротам. Однако дело до удара все-таки доходит. Хорошее подключение по флангу от Ролона. Ну и хороший пас был на него через всю нашу линию защитников. И вновь Парагвай с мячом не торопятся южноамериканцы его отдавать. Сборной России довольно опасно было. Николай Корышанов не получается. Опять не получается передача на Романова. Вот не только с последним, да. Ну и с первым пасом у нас тоже сегодня возникают порой серьезные проблемы. Романов получает мяч обратно. Подключение Крашенинникова ничем не заканчивается. Макаров оставался сзади и надежно сыграл на Чушкова. А вот здесь может быть опасно, но не успевает Крашенинников развернуться. Мяча не видно так быстро. Он от одной штрафной до другой доходит. Макаров с мячом немножко притормаживают эту игру. Россияне расставились, каждый по своей точке. Ну вот неприятный мяч. Отскакивает от кочки. Мы его теряем. Будет ли удар? Карбальо будет, но ставит спину Макаров. Не успевший, по-моему, замениться. И вот сейчас он идет в сторону Бровки. Его партнеры поменялись. Макаров пока остается. А вот сейчас уже замена и Папоротный выходит в пару с Ашкарином. В оборону Папоротный здорово идет вперед. Удар! Это был все-таки удар, наверное, хотя и у Алексея Павленко была возможность мяч подправить. Ролон с мячом. Сауль Гонсалес. Самый бьющий игрок в сборной Парагвая. Шишков тоже разок попробовал в первом тайме, но в основном все-таки играет в пас. Максим. Нарушение правил. Зачем нужен был этот фолл Луису Ахеде? Уже по окончанию эпизода, уже когда расстался с мячом. Алексей Павленко. Ну и в результате штрафной удар. Посмотрим. Может получиться достаточно любопытно. Доворот, конечно, далековато. Но Павленко бить умеет. Ну и, наверное, здесь уже нужен не прямой удар, а с отскоком от песка. Довольно много болельщиков, которые уже после начала матча. Многие из них пришли на трибуну, но едва в камеру не попадает Павленко. Он-то как раз решил, что не нужно бить низом. Ну а верхом в створ не попал. Уже более трех минут сыграно и во втором периоде. По-прежнему голов мы не видим. Пурагвай мячом владеет. Ахеда. Пашкарин против него. Гонсалес. Ахеда. Скидка головой. Мяч будет у Чушкова. Отдавать сразу вперед некому. Папортный возвращает мяч нашему вратарю. Это удар по воротам. И вот он первый. Нет, и здесь гола не было. Вот это да. Свисток. Ну не повезло нашей команде. Повезло наоборот парагвайцам. И Саулю, простите, Гонсалесу в частности. Ну да, так не сумел поймать этот мяч Гонсалес. Штанг он в итоге попал. Здесь Никаноров, судя по всему, коснулся мяча головой. Хотя ни на одном из повторов не скажешь об этом со стопроцентной уверенностью. Песок в глаза. Самое неприятное, что может случиться. На площадке промывает эти самые глаза Сауль Гонсалес. И у нас самая продолжительная пока пауза в этом поединке. Все в порядке с парагвайским вратарем. Игру продолжить сможет. Если что, есть на замине Анибаль Арджуэлла. И есть поклонники у нашей команды. Конечно, с удовольствием. На такие турниры из морозной уже России приезжают родные и близкие самих футболистов. Напомню, для выхода в полуфинал турнира нужно занять первое или второе место. Ну, чтобы избежать встречи с Бразилией уже в полуфинале, лучше, конечно, выиграть группу. Для этого в идеале сегодня необходимо обыграть сборную Парагвая. Ну, и завтра будет решающий поединок против иранцев. Иранцы сегодня сыграют со сборной Мексики. И этот поединок мы покажем на канале Матч Игра сразу после этого. Чушков с мячом. Пас налево. Макаров. Смещение в центр не получилось. Будет ли заброс на дальнюю штангу, скажем так. Нет, не будет. Возвращается мяч к Чушкову. Наброс на ворота, но не очень сильный. Тут головой приходится играть Чушкову. Руками не рискнул. Здесь уже можно было мяч в руки брать, наверное. Но Чушков идет вперед, пасует направо. Крышенинников. Защитники и наш вратарь пока пасуют друг другу. Не доходит мяч до Крышанова и Романова. Крышенинников. Пас вперед. Крышанов. Интересный это был удар скорее, да? Мяч в итоге у Романова оказывается. Макаров разворачивается и через себя. Неплохая попытка. Отобрать тут же не удалось и может быть очень опасно. Чушков не было нарушения правил. Ну что ж. Тоже, наверное, немножко повезло. Тут вполне могли и судьи пенальти назначить. А даже если нет, то все равно позиция была бы убойная. Макаров. Удар в перекладину. Мяч попадает. Добивание. Не удается пробить. Крышенинникову. Ну что ж. Неплохое давление. Сейчас оказываем на чужие ворота. И действительно моменты создает сборная России. Но мяч в сетку предатель никак идти не хочет. Сауль Гонсалес. И, возможно, пауза уже небольшая парагвайцам. Нужна неточная передача. Павленко не отобрал мяч. И очень опасно пробивал Густаво Бенитес. Третий номер сборной Парагвая. Шкарин. Но и серия замен. Макаров пока на площадке остается. Папортно ему показал, что давай, играй. И будет возможность. Я выйду вместо тебя. И нарушение правил как раз на Алексея Макарова. Здорово, наверное, что он остался. Вновь позиция для удара очень-очень неплохая. Да, немножко с фланга. Умеет бить Макаров. Взамен еще немножко откладывается. Новосибирск, Сыктывкар. Мы видим из разных городов сюда приехали болельщики. Специально на этот турнир еще расскажем. Престижнее межконтинентального кубка, наверное, лишь чемпионат мира. Ну, по сути, этот турнир как Кубок Конфедерации, который проходил у нас в стране. Кубок Конфедерации по большому футболу. Итак, Макаров бьет. Мяч с отскоком от песка летел в створ в ворота. И, казалось, перелетит через Сауля Гонсалеса. Но вратарь справился. Угловой, который будет Шкарин. Исполнять. Разбегаются наши игроки. Пас назад на Чужкова. Довольно неожиданно. Исхитрился Алексей Павленко. И все-таки пробил через себя. Не очень удобно, казалось, это было делать. Мяч уже летел в сторону чужих ворот. И надо было придать ему ускорение. Гонсалес с мячом. Пять минут играть еще во втором периоде. Даже случится первый гол. Напомню, что ничьих в пляжном футболе не бывает. Если что. Три добавленные минуты. Уже по окончании третьего периода назначаются. Там игра идет до забитого мяча. Ну а если нет, то в серии пенальти. Папоротный. Пришлось вернуться назад и отдать мяч Чужкову. Шкарин. Хорошая скидка вправо. В одно касание. Павленко. Мяч остается у Алексея. Разворачивается. Но справа не дают ему ни передачу сделать, ни пробить. Довольно быстро мяч возвращается. В нашей команде. Папоротный. Вернулся на поле Крашенинников. Пошел вперед. Шкарин остается сзади. Папоротный. И удар слева. И мяч попадает в игрока сборной Парагвая. И уходит на угловой. Ну и тут уже серия замен. Крашенинников в центр. Романов через себя. И подставлял голову под этот удар. Крашанов. Немножко не хватило. Не будет у главого. Николай показалось, что от соперника мяч ушел. И казалось, так оно и было. Удар головой. Но Чушков здорово занял позицию. Крашенинников. До Крашанова мяч все-таки и не докатился. По вязкому песку. Ролон оставляет мяч Саулю Гонсалесу. Ну что ж, преимущество есть в этом периоде. В сборной России уже не скажешь, что игра равная. И моментов наша команда создала больше. В такой ситуации все равно. Не радует то, что счет 0-0. В любой момент можем пропустить. И понятно, что отыграться, выиграть матч. Будет уже очень и очень тяжело. Времени все меньше. 15 минут до конца тайма. До конца матча. 3 до конца первого периода. Крышанов выбросил аут на Чушкова. О замене вратаря, наверное, наш тренерский штаб и не думает. Неплохо открывался Романов. Заставил, наверное, ошибку Саулю Гонсалеса совершить. Но, опять же, это ничего не дало. И здесь можно играть руками Гонсалесу. Быстро выбрасывает он мяч вперед. И уходит он за пределы поля от нашего футболиста. Можно очень плотно сейчас играть с соперниками. Ставит корпус Крышанов. Здесь он же пытается заблокировать удар. Ролона. Еще один аут. Гонсалес. Это удар. Подставляет ногу Николай Крышанов. Мяч вновь у сборной Парагвая. Уже более минуты южноамериканцы им владеют. Ахеда хорошо уходит в центр. Бьет справа. И вот здесь момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Серхио Вильяверде не использует свой шанс. Ворота уже были пустыми. А это Крашенинников в ближний угол. И спасает Гонсалес свою команду. По-прежнему 0-0. Но какие моменты. Раскрывается немножко игра. Как будто бы кому больше повезет. Шкарин, недолго думая, бросает мяч Чушкову. Сам открывается слева. Получает мяч Антон. Неплохо принимает. Макаров. И через себя удар. Небольшие изменения в наших четверках. Такое ощущение. Вот сейчас Макаров оказался впереди. Уже после этого, судя по всему, заменился. Момент. Удар. И наконец-то сборная России забивает. Борис Никаноров. Третий мяч его на этом турнире. Ну вот, что значит быстрый розыгрыш. В нужной точке оказался Никаноров. И с левой ноги. Ну, наконец-то прошил он Сауля Гонсалеса. Который до сего момента тащил буквально все. Давайте повтор посмотрим. Кто-то из защитников сборной Парагвая, по-моему, допустил ошибку. Самую концовку эпизода мы уже увидели. Ну, так Ломада Ролон стоял на месте и смотрел за тем, как наносит удар Никаноров. Первый удар слета вышел неточным. Там, наверное, Ролон сыграл так, как нужно. Но выключился из игры. И этой доли секунды хватило Борису для того, чтобы счет открыть. 1-0. Очень важный мяч по такой игре забивает сборная России. До конца второго периода меньше минуты остается. И с центра поля Парагвай наносит удар. Ну, что здесь было? Кто-то мяча коснулся. Свисток арбитра. И будет небольшое совещание. Ну, заново надо будет исполнить начальный удар. Видимо, Антон Шкарин раньше времени пошел на соперников. Не увидел всего этого главный арбитр Ибрахим Эль Мансори. Но ему помогли ассистенты. По свистку нужно и мяч разыгрывать. Ну, и, соответственно, уже после того, как мяч оказывается в игре, нужно... Можно двигаться россиянам. Но здесь другой вариант розыгрыша. И быстрого удара, мы уже понимаем, не будет. Детахеда играет назад на Ролона. Шкарин убирает руки. Все делает грамотно. Легкие танцы. Удар через себя. Мяч летит мимо. Есть время у нашей команды организовать такую разумную позиционную атаку. Если есть желание, можно попробовать сыграть и быстро. Чушков позволяет себе обыграть соперника. Отдает передачу вперед. Надо возвращаться в створ нашему вратарю. Он вроде бы успевает это сделать. Ну, благо, еще и защитники движение вперед соперников блокировали. Сауль Гонсалес доходит едва ли не до центра поля. Уже в итоге передача коленом. Довольно неожиданная. Не удается перехватить мяч у Павленко. Секунды до конца второго периода. Ну, судя по всему, не успеет уже Парагвайца пробить. Спешки, удары. Даже мы еще успеваем ответить. Мяч летит мимо. 1-0. Забили очень важный мяч во втором периоде наши ребята. И таким образом, перед последней третью этого матча мы ведем у сборной Парагвая 1-0. Ну, какой же тяжелый матч, да? И кажется, что после забитого мяча будет полегче. Должно быть полегче. Но далеко не факт, что именно так все произойдет в третьем периоде. Почувствовать разницу между счетом 0-0 и 1-0 в этом матче мы просто-напросто не успели. Потому что времени во втором периоде не оставалось. Ну, что ж, видим самые яркие моменты второго периода. Режиссеры находят, что показать и со стороны сборной Парагвая. Но все-таки наши атаки были опасными. Вот Артур Папоротный, например, неплохо бил слева. И здесь высоковатый мяч пошел после удара. Одного из наших игроков. Ну и главное, это гол. Удалось с углового забить. Угловых много, наша команда зарабатывает. Но вот, как и вчера, один из них удалось реализовать. Ну и вот момент у Крашенинникова был неплохой. И на самом деле очень хитро бил в ближний угол. Юрий, ну здорово сыграл Гонсалес. Ну а это гол и инстинкт прирожденного нападающего, наверное, показал Борис Неконоров. Ударив первый раз, тут же оказался готов бить во второй. Сильные волосы могут выдержать груз до 20 тонн. А ослабленные не выдержат и расчесывание. Фрукти срост во всю силу с активным концентратом фруктов. Раз, шампунь делает волосы в 10 раз сильнее. Два, лосьон способствует росту новых волос. Программа Фруктис – рост во всю силу. Ты выглядишь волшебно. Сильнее волосы – сильнее ты. Карниер. Хайп – это не я. Хайп – это ты. Каким будет интернет? Решаешь ты. Каждым просмотром, лайком. Решаем. Ты решаешь, кто будет на хайпе. Ты решаешь, что будет на хайпе. Ты решаешь, где будет хайп. С тарифом хайп от МТС за хайп решаешь ты. Но это не точно. МТС хайп. Безлимитные видео, музыка, игры, соцсети и мессенджеры. Два, лосьон способствует. Свою команду спасает Сауль Гонсалес. Наверное, лучший со всех точек зрения игрок проговается в этом матче. И непосредственно работу голкипера здорово он делает. Ну и много атак неплохо начинает. Сам бьет поворотом. Ведь именно его удары были самыми опасными для Максима Чушкова в этой встрече. Ну что ж, торопиться нам никуда не нужно. Ведем в счете 1-0. И, наверное, в такой ситуации действительно можно сыграть достаточно аккуратно. Но при этом вот фалит Кирилл Романов в начале этого периода. И первый штрафной будет за сборной Парагвая. Дважды до этого мы играли с парагвайцами на чемпионатах мира. В 2013 году обыграли 4-3 в группе. В 2015-м 7-5. Куда более результативными были те матчи. Если удастся сегодня свои ворота в неприкосновенности оставить, то, наверное, будет в любом случае хороший результат. И неважно, сколько забьем. Активнее в отборе, я думаю, должны играть в этой части матча южноамериканцы. Им нужно много атак для того, чтобы попробовать счет сравнять. Ну и таким образом все-таки оставить себе шансы на выход из группы перед последним туром. На выход именно в полуфинал. Итак, удар будет по нашим воротам. Мяч летит мимо. Не попадает Густаво Бенитес. Не так все страшно оказалось. И капитан сборной Парагвая вновь начинает защищаться. Чушков здорово мяч выбрасывает. Романов. Не получается передача направо именно от Кирилла. Нет. Все-таки аут в пользу сборной России. Судьи друг с другом, по-моему, не разобрались. Один показал в одну сторону, другой в другую. Отсюда и вся эта кутерьма. Никак не наказывают. Крашенинникова просто-напросто и не за что было. Опаснейший удар. Чушков надежно убивает мяч кулаками. Здесь добирается до мяча Крашенинников. И он в руках у Чушкова. Аут выбрасывает Крашенинников. Один совершенно Макаров. Нет, вторым касанием было не пробить. Да и первым, естественно, тоже. Попробовал бы это сделать Алексей. Крышанов с мячом. Мяч уходит в аут. И так получается, что от ноги Николая Крышанова. Нужно возвращаться назад. Успеет Чушков. И даже песок не летит в его глаза. Все нормально. Романов. Налево уходит Макаров. Но на него не отдашь. Есть Чушков. Лишние секунды в данном случае тратится на то, чтобы добраться до мяча. Ничего страшного. Макаров. В касание вперед. И здесь двое наших против одного защитника. Еще одну бы передачу в касание сделать вдоль ворот. Не смогли разыграть эту комбинацию. Вдвоем атаковали соперника. И в результате падает. Густаво Бенитес. Показывает Макаров, что падение было по собственной инициативе. Но штрафной назначен. В центре поля. И все это достаточно опасно. Неприятно. Там не разберешь, да? Где-то уже в недрах песка. Может быть, Макаров и задел ногу. Густаво Бенитеса. Сам не сам падал. Капитан Прогвайцев. Не разберешься. Ну что ж, немножко под углом. Я думаю, здесь имеет возможность контролировать большую часть створ-ворот Максим Чушков. Но согласитесь, идеальный удар в дальний угол. Кажется, достаточно интересным вариантом. Ну, попытался в ближний пробить. Обманув нашего вратаря, Бенитес не попал. Говорю обмануть, потому что нога так вроде бы шла в направлении дальнего угла. Но за счет бокового вращения мяч должен был полететь в ближний. Чушков заваливался вправо. Это было бы опасно. И вот не проходит скидка. Хорошая передача была на Никонорова. Он видел, знал, что Павленко рядом. Не сумел тому мяч доставить. Еще один удар Бенитеса и Гонсалеса. Прошу прощения, оказывается перед нашим вратарем одинокий Карпалио. Здорово, что он не сумел именно подправить мяч в ворота. Он попал ему очень плотно в голову. И улетел куда-то далеко. Чушков не торопится. Максим, это удар. Пытался что-то сделать. Борис Никоноров не получилось у него. Благодарит он вратаря за такую попытку. Ушел мяч за пределы поля. Назад играет Папортный. Получает мяч обратно. Шкарин справа. Впереди Павленко и Никоноров. Нашкарин играет Чушков. Удается мяч в переднюю линию доставить парагвайцам в руку. Мяч в руку попадает Карлосу Карпалио. И это фолл. И можно будет пробить. Артур Папортный хочет это сделать. При этом у нас меняет состав. Возвращаются на поле Крышанов, Романов и Крышенинников. Ну и чуть позже, уже после штрафного, Алексей Макаров. Видимо, также выйдет в поле. Разбег серьезный. С левой ноги будет бить Артур. Мимо мяч летит. Хотя так нам показали этот момент, что очень тяжело было определить, что вообще происходит. Здорово на опережение играет тот же Папортный. Но мяч будет у соперника. Сауль Гонсалес. Больше, больше нужно ударов парагвайцам. Но вот они сейчас тоже не особенно торопятся. Отдадим должное. Хотят разыграть доверного. Верят в себя. Крышенинников продирается по флангу. Но в итоге его остановили. Однако окончательно мяч все-таки не забрали. Все-таки важно без фола обойтись. Пришел на помощь Папортный. И в итоге аут сборной Парагвая. Крышанов отходит назад. Выбивает мяч вперед. В итоге у нас на стрии сейчас Артур Папортный. В пляжный футбол играя все умеют и обороняться, и атаковать. Здесь все взаимозаменяемо. В голову мяч попал Крышанову в небольшом нокдауне. Он как будто бы оказался и хочет поменяться. Время при этом судья останавливает. Прижимается наша команда к собственным воротам. Заставляют это сделать соперники, которые будут сейчас загружать мяч. Но не получается. Удар у Гонсалеса. Если возможность быстро сыграть у Чушкова, бросает мяч. И смотрите, едва не возникает момент. Но жестковат все-таки мяч обрабатывает Крышанов. Падает, изображая фолл соперник. Судьи на это не купились. И получается передача у того же Крышанова. Романов затрудняет начало атаки. Бенитосу выходит мяч за пределы поля от Парагвайца. Ой-ой-ой! Что же происходит? Вот это да! Засчитан гол? Нет, не засчитан. Потому что мяч был выброшен из аута и не коснулся ноги нашего вратаря. Вот это номер! Да, ну что? И все-таки засчитан гол? Сейчас должны посовещаться судьи. Давайте смотреть повтор. Ну, от кочки. И вроде бы не коснулся мяча Чушков. Назначает судьи угловой при этом. Ну, да, наверное, решение можно считать справедливым. Потому что мяч ушел за линию ворот от все-таки российского игрока. В любом случае. Того, кто выбрасывал аут. Ну, хорошо, что так. С первым угловым справились. Тут же второй. Еще и второй мяч оказался на поле. Опасная передача. Но здесь Макаров. Они соперники. На этот раз аут. Сауль Гонсалес. Идет на него Никаноров. Получилось мяч перехватить. Гонсалес рукой на этот раз отправляет мяч поближе к нашим воротам. Довольно опасную скидку пытался сделать Вилья Верде. Да, Вилья Верде. В первом, втором тайме. В втором периоде именно он. Не попал в наши пустые ворота. Из выгоднейшей позиции. Еще при счете 0-0. Не получается скидка у Макарова. Опасная атака парагвайцев. Может получиться. Так подрабатывал себе мяч под удар. Ролон. Удара не последовало. 3 в 1. Идем вперед. И сам наносит удар. В дальний угол Никаноров. Совсем немного не попадает. Он не бросался на этот мяч. Гонсалес, видимо, чувствовал, что он идет мимо. Крашенинников. Забегание Шкарина. Получит мяч Антон. Да, передачу вдоль ворот вновь делать было неудобно. Шкарин с мячом. Немножко его подтолкнули. Но здорово. Антон здесь разобрался. Крашенинников, Шкарин. Вновь не будет удара. Но время идет. Мы ведем в счете. В этом смысле все нормально. Чушков. На него уже быстро выдвигается соперник. А значит, есть у нас численный перевес на чужой половине поля. Вот пока этим не пользуемся. Шкарин выбрасывает аут. Не получается удар у Макарова. И вновь замена. Вновь Макаров в своей четверке уходит с поля последним. Появляется на поле папоротный. Есть у нас заявки на турнир Юрий Котов и Владислав Аксенов. Но в этом матче они участия не принимают. Чушков. Все-таки так далеко вперед, как вратарь соперника Максим не поднимается. Сейчас риск не нужен. И мы видим, что достаточно опасная игра уже приводила к курьезам. Шкарин. В руку мяч попадает. И вопрос, где было это нарушение. Прямо на линии штрафной. Пенальти не будет. Кто будет бить? Шкарин на удар вроде бы не претендует. Хотя в итоге берет мяч себе. Ну да. Рукой здесь было сыграно. Не хотел изначально. Соперник, быть может, играть рукой. Но мы видели, как тот же Шкарин действует в подобных случаях. Он руки убирает себе за спину. И тогда такого фола не случится. Но в итоге Юрий Крашенинников создает себе точку для удара. Очень ответственно к этому делу подходит Юрий. Время остановлено. Здесь действительно никто его не торопит. Итак, Крашенинников в ближний угол удар. И постоянно бьет сегодня в ближний ворот. Краш, как написано у него на спине. В итоге Сауль Гонсалес начинает очередное владение мячом для парагвайцев. Что пробьет Гонсалес. Да, и было довольно опасно. В кого здесь мяч попал? В Шкарина или все-таки в Барретто? Считают судьи, что в парагвайце. Момент для папоротного. Но того очень жестко встречают. Свисток арбитра. Но, по-моему, не связано это с нарушением правил. Угловой заработала наша команда. Удивляется Артур, почему нет штрафного. Сам он не видел, что показывают судьи. Лежал на песке. Серия замен. Макаров. Это удар поворотом. И что, успевает, да, все-таки? Похоже, что передержали наш мяч углового флажка. Футболисты, поэтому вернули его соперникам. Пытается хоть какое-то пространство найти. Карбальо. Хоть в итоге зарабатывает угловой. Напомню, именно с углового мы забили как раз вот в эти левые ворота. Здесь довольно интересный розыгрыш. И еще один угловой после удара Луиса Ахеды. Макаров не стал рисковать. Просто выбил мяч вперед. Пошел за ним на всякий случай. Но фора серьезная была у соперника. Сауль Гонсалес. Удар. Мяч летит в твор. Чушков уверенно его вылавливает. И вот шанс для Макарова. Но не получается удар с разворота первым же касанием. Мяч уже у наших ворот. Карбальо. Но не дали ему развернуться. И здесь важно все-таки выбить мяч. Нарушение правил. Ох, вот это да. Неаккуратен был Алексей Макаров, судя по всему. Ну что. Супер шанс для сборной Парагвая. Второго такого в этом матче уже не будет. И опять же, да, как здорово. На самом деле Эдгар Беретто упал. Только-только руку на него, на плечо положили. Как подкошенный. Рухнул вниз. Ну и сам же будет этот удар наносить. По сути, пенальти. Чуть дальше. Линии выходят из ворот. Максим Чушков. Прежде всего, надеется на то, что меньше пространства изначально оставит сопернику. Ну а среагировать получится или нет, это уже вопрос. Вторичный. Естественно, на силу будет бить Эдгар Беретто. И спасает Чушков нашу команду. Фантастический сейв. Но при этом удар нужно будет перебивать, судя по всему. Или нет, что говорит арбитр. Согласно, наши ребята спорят, да, все-таки Беретто получит второй шанс. Хорошо. Нинников, Папоротный все хватаются за головы. Беретто здесь правила нарушил. Никакого другого нарушения правил вроде бы не было. Сейчас смотрю, может быть, это не перебить, а новой пенальти назначаю. Самое интересное, что Чушков, да, он даже не сразу понял после этого свиска, что будет еще один опаснейший момент. Считал, что угроза ликвидирована. Две минуты, тридцать четыре секунды еще играть. Понимает Максим Чушков, что один раз он уже спас, но второй раз делать то же самое будет очень сложно. Это двигает его в ворота, но показывает точку, которую нельзя переходить. Да, и здесь уже видит едва ли не всю ширину ворот. Эдгар Баретто. Прямо по центру ворот мяч. Ну да, здесь уже Эдгар Баретто обманул Чушкова, пробил в девятку, но споров еще будет много. Судя по всему, неприятно, конечно, когда именно судейские решения не очевидные абсолютно. Серьезно сказываются на результате. Ну что ж, один-один. В оставшиеся две с половиной минуты наши ребята будут только злее. Хороший удар в девятку угадывал Максим Чушков. Ну и не угадал, как вы понимаете. Будет розыгрыш. Романов, суть по всему, будет отдавать на Макарова и сразу удар. Может быть, нет, более замысловатая комбинация. Никаноров не попадает нормально по мячу. Вроде бы останавливаем атаку парагвайцев, но с мячом остается соперник. Это Карбальо. Да, мы будем злее, но это может сказываться и в единоборствах, где правила, конечно, лучше не нарушать. Больше судьи такое ощущение не против, чтобы наш команд сегодня не выиграл. Мы не говорим про то, что засуживают сборную России, но, согласитесь, в такой ситуации назначить второй подряд штрафной – это что-то невероятное. Макаров выгрызает мяч, доходит до владения уже Сауля Гонсалеса и в итоге правила все-таки нарушает. Это эмоции, это эмоции. Такая уже по-настоящему мужская борьба. Идет на песке. Минуту 50 еще играть. Но вот 40 секунд прошло, да, сколько единоборств мы увидели вот в этой, на этом отрезке после забитого соперниками мяча. Макарова убирают с поля. Появляется Шкарин. Может быть, почувствовал Михаил Лихачев, что сейчас слишком эмоционален Алексей. И это может пойти во вред команде. Луис Ахеда будет бить. Эти удары со своей половиной поля сегодня не страшны. Жестко пытался принять этот мяч Кирилл Романов. Может быть, сразу сделать скидку под удар партнеру, но не вышло. Чушков посует наш Карина. Получит Максим мяч обратно. Ну и Парагвай уже отодвигается к своим воротам. Команду ничья против сборной России. Фаворита, наверное, устраивала. Но Борис Никоноров забивает еще один мяч. Мы не видели, к сожалению, момент удара. Не успели за мячом операторы. Похоже, что головой забивает Борис. Но уж точно в одно касание после передачи Чушкова. Ждем повтора. Здорово, да, что сумели забить практически сразу после пропущенного мяча. Итак, Чушков здорово прямо в голову Борису. И тот бьет неотразимо под перекладину. 2-1. Сборная России вновь впереди. Какие же 80 с лишним секунд нас сейчас ждут. Парагвай вновь понесется вперед. В быстрых атаках, наверное, будут и у нас шансы. Удар отражает Чушков. Там мешал активно соперник. Шкарин. Нет, не получает мяч в свое владение. Успевает Никоноров подставить ногу. Аут. Несколько секунд у соперника украли. Далекий выброс аута ни к чему не приводит. И Максим Чушков не торопится. Не Каноров. Прошу прощения. Это папоротный. Еще одна длинная передача. Шкарин. Не получается прострел. Соперник идет вперед. Но здесь страхует Романов. Обошлось и здесь. Полминуты еще играть. Время не останавливается. Чушков это понимает. Играет точно на Макарова. Впереди есть Романов. Который мяч получает. Но развернуться в сторону ворота ему не дали. Я прошу прощения. Артур Папортный, конечно, забил второй мяч. А не не Каноров. Препутал десятку с двадцаткой. Едва не доходит дело до удара Густаво Бенитеса. Но тут уже... Чушкову торопиться некуда. Бросает он мяч точно на чужую половину поля. Пять-четыре секунды у соперника. У нас секундомер уже пошел в минус. Ну и на этом заканчивается игра. 2-1. Волевую победу по-настоящему одерживает сборная России. Хотя ни разу по ходу встречи мы сборной Парагвая не уступали. Две победы у россиян после двух туров. И завтра в матче с Ираном мы будем играть именно за первое место в группе. Ну а в полуфинале межконтинентального кубка наша команда уже точно оказывается. Сергей Дерябкин с вами смотрел пляжный футбол сегодня. Всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин